Привет, красотка! Наверное, не очень понятно, что я вообще здесь делаю, почему мы начинаем видео в машине. Хотя, наверное, по обложке все-таки ты поняла и по названию. Ладно, я надеюсь, я не одна такая, что иногда куда-то опаздываю и краситься дома абсолютно не успеваю. И беру косметику, минимальное количество с собой, и крашусь в такси, либо пока меня везет Денис. И скоро мы начнем колесить просто по городу, всячески по-разному. Таксисты на меня иногда смотрят очень странно, иногда им интересен процесс, и они хотят узнать, что именно я делаю. И у такого макияжа в машине есть несколько особенностей. Первая особенность и проблема большая, все трясется. Это очень сильно усложняет задачу, намного тяжелее рисовать брови, намного тяжелее красить ресницы тушью. В принципе, что-то с глазами махинации какие-то делать, потому что боишься, если вот сейчас резко вдруг машина остановится, ты себе заедешь глаз. Поэтому я решила обо всех этих особенностях рассказать, все наглядно показать. И если у вас есть возможность сесть на переднее сидение, то это очень круто, потому что очень часто вот здесь вот на передних сидениях есть зеркало. Вам не нужно будет ничего держать в руках, то есть дополнительное зеркало, чтобы краситься. Если же вы сидите сзади, то в принципе тоже ничего страшного, повернитесь в сторону, где идет свет, то есть к окошку. И пока Денис спускается, скажу, что вот такая вот вещь, как влажные салфетки в макияже в машине очень сильно помогут, потому что у вас, конечно же, на руках нет ни ватных палочек, ни ватных дисков, ни мицеллярки. В самом начале я протру руки влажной салфеткой, чтобы их от грязи избавить. А, ну еще такой момент. Очень важно, чтобы это был макияж не когда вы за рулем, а именно когда вы пассажиры. Потому что когда вы за рулем, я не рекомендую, в принципе, делать что-то иное, нежели следить за дорогой, потому что это безопасность вас, безопасность всех людей. Я вообще не могу, когда мы проезжаем мимо вот этих девушек, которые залипают в телефоне и одновременно едут. Я не знаю, это же... Так, наш водитель уже за рулем. Представим, что это таксист, к которому мы сели. Самое тяжелое, это брови всегда. Нормально? Все нормально. Поехали сначала по 8 марту, да? Солнце будет. Я думала, ты пробросишься. На самом деле можно не стесняться, и я очень много раз садилась в такси, понимала, что у меня там 15 минут есть. Я могу ничего не делать время в такси, а могу накраситься. Я предупреждала, говорила, я открою ваше зеркальце здесь. Куда едем, принцесса? Едем по городу. Хорошо. Начинаем мы, девочки, даже несмотря на то, что торопимся с базы под макияж. У меня это Тони и Молли. Наносим руками, мы не боимся, потому что их очистили влажной салфеточкой. Так как времени у нас все-таки не так много, делаем все достаточно быстро. Наношу на эту зону, на эту зону. Конечно же, бьюти-блендеры до свидания, потому что их нужно отмачивать в воде и все такое. Поэтому нам на замену идет вот такая кисть. Кисть эта у меня от Синар. Это вот, знаете, если у меня нет бьюти-блендера, я использую эту кисть, потому что ею все-таки наносится тональник. Отличный, я бы сказала, даже для кисточки. Потому что у меня с кисточками какие-то странные истории. Они постоянно мне оставляют разводы. А с этой все хорошо. Самое лучшее, наверное, время, когда вот так вот нужно нанести макияж, и ты в машине, это светофор или пробка. Какой у меня лайфхак? Я взяла одну кисть, но она вот такая большая. И ею мы нанесем и пудру, и контуринг. И для этого не нужно брать две разные кисточки. Хватит одной такой большой, и она буквально в 2-3 нанесения все нанесет. В 2-3 нанесения нанесет русский язык. Буквально 2 раза провела по лицу, и вся пудра нанеслась. Сила большой кисточки. Делаем небольшой контуринг. Так как со светом у нас сейчас проблема, главное, девочки, не переборщить. Лучше меньше, чем больше. Тебе очень весело, да, наверное? Музыку нельзя слушать. Можешь включим тихонечко как раз? Да, конечно, чтобы не авторское право заиграло. А, обычно еще таксисты любят разговаривать же в этот момент. что-нибудь начинает про свою жизнь говорить. Холодно нынче. Да. Жизнь тяжелая штука в России. Что поделаешь. Все, что осталось на этой кисточке, вот так вот немножечко проводим по лбу. Молодцы. Чтобы с лицом почти закончить, нанесем еще румяном. Очень круто, конечно, когда есть вот такой вот маленький аппликатор, чтобы не нужно было брать с собой еще дополнительную кисточку. И я, конечно, разошлась. Это не обязательно продукт, но я взяла еще хайлайтер. На самом деле, хайлайтер иногда даже может быть поважнее, чем румяна. Он как-то так подсвечивает лицо. Это как раз они у меня. Точнее, он хайлайтер. Я той же кисточкой, которую я наносила румяна, наношу хайлайтер. Немного отыкну. Сейчас займемся бровями. И я бы посвятила, в первую очередь, в несколько слоев прокрасить брови вот этой штукой. Тушь для бровей. Фиксирующее средство для бровей. Чтобы уже по минимуму заниматься именно карандашом. Круто, когда это фиксирующее средство дает еще и цвет. Классный у меня цвет, конечно, в кадре. Теперь начинаются ответственные шаги. Это бровь. Если накосячить бровя, мне кажется, весь день на смарку. Вот остановка, когда мне очень нравится. Супер, одна бровь получилась. Даже более-менее адекватная. Потому что еще нет второй. Сейчас нужно просто повторить. Как вы понимаете, девочки, подводкой мы вообще не пользуемся в машине. Потому что это будет просто... Не знаю, до свидания, все нервы. О, красный? Да? Ты будешь именно с этой пробочкой. Супер. Это вроде бы маленькая пробочка. Пробочка? Не, она обманывает. Блин, лучше бы была пробочка. Так как мы не делаем ни подводку, ничего. Я предлагаю просто нанести светлые тени, чтобы открыть наш взгляд. И, конечно же, без всяких хисточек с глазами. Потому что, я говорю, вы можете себе выкладывать глаз спокойно. У меня, конечно, не самая удобная палетка для машины. Любой абсолютно цвет теней. Какой-нибудь молочный. Там можно даже с блестками. То, что можете нанести пальчиком. Мы ее стараемся вообще просто наносим по всему верхнему веку. И тушь это тоже очень интересный момент. Так как у меня сейчас нарощенные ресницы. Я этим не занимаюсь. Но, девочки, обязательно дождитесь остановки. Реально. Не старайтесь на ходу это сделать. Вы ей замажетесь. И можете выклотить себе глаз. У меня нижние ресницы. Я их прокрашу. Если нет моментов, когда вы останавливаетесь, лучше возьмите тушь с собой. И уже там, когда приедете, накрасим. Сейчас мы едем. Могу пока сделать вещь, которую можно делать на ходу. Это, собственно, финиш нашего макияжа. Это помада, которую мы тоже можем нанести пальчиком. То есть, прям берем пальчиком. И наносим вот так. Ничего не вырисовываем. Еще один красный. Отлично дорисую вторую. Второй глаз. Ну что, красотки, мы как раз уже приехали к месту нашего назначения. И у нас сейчас с вами видео-вопросы с Инстаграма. А у нас так будет темно сейчас всегда, да? Угу. Я видео-вопросы с Инстаграма не записала. Попробуй сейчас. Мою. Погодите, свет вроде нормальный. Нет, Саша, я хотела тебя спросить, что делать, если вот... Ну, тебе надо скрыть неровности, там, тональная основа, там, без разницы. Ну, у тебя есть веснушки, и когда ты наносишь это, ты становишься совсем другой. То есть, это уже не ты. Если тебе нравятся твои веснушки, есть предложение вообще, как бы, не наносить тональную основу, наносить точечно, например, консилер куда-нибудь, хорошо это растушевывать. А вот эту зону, я так понимаю, веснушки здесь чаще всего, оставлять вообще без макияжа. Ну, либо еще один вариант, но, наверное, более странный, наносить все-таки тональный, консилер и так далее, и сверху прорисовывать эти же веснушки. Но, не знаю, понравится ли тебе этот вариант. Спасибо тебе за вопрос. Если ты, красотка, хочешь попасть в видео, то заходи в мой Инстаграм, задавай мне видео-вопрос, и я отвечу на него в следующих видео. Кстати, у меня в этом видео немножечко кожа могла быть, видите, тут раночки есть всякие. Я просто после чистки лица, после косметолога, поэтому вот эти вот странности все присутствуют. Мы с вами закончили видео, мы уже приехали с Денисом, нужно отстегиваться. И надеюсь, что видео было вам полезно. Надеюсь, что какие-то лайфхаки, советы вы будете использовать. Яркого дня. Яркого дня. Нет, я так не говорю. Я говорю, улыбайтесь чаще, я вас очень сильно люблю. Яркого дня.